здравствуйте друзья предлагаю вам диалог от другого автора подписчика нашего отдельно спасибо ему за это и здесь четко конкретно мне понравилось в самом начале вы обратите внимание он сразу потушил запал коллектора предложив ему те самые пугалки которыми обычно пугают то есть он сказал сразу опускай приставы ко мне приезжают опускай банк суд подойдет и платить не буду слушаем что было дальше александрович да у телефона александр александрович да это агентство кредитный суд я инспектор досудебного возмускания терепанова ирина владимировна разговор записывается звонок относительно восточный экспресс банк у вас два договора общая сумма задолженности 94 тысячи 835 рублей в настоящее время александр александрович по каждому из договоров принято индивидуальные решения по списанию большей части долга первый договор это вы кредитную карту в банке получали в ноябре одиннадцатого года долг составляет 43 тысячи вам же предлагается оплатить всего лишь 171 рубль если вы производите оплату в течение трех дней остаток долга списывать и полом объема 28200 рублей вам подходит данный вариант нет не гораздо меньше оплатить правильно чем общая сумма долга практически 45 тысяч конечно прошу меньше оплатить через суд именно финансовые сложности том что нет данной суммы на руках на 3071 рубль почему нет есть а то есть можете это оплатить хорошо тогда какого-то оплаты я не буду оплачивать у них никуда значит не буду но отказ по исполнению дать вообще-то закон не допустим на основании 305 не гражданского кодекса российской федерации вы кредитика кардель вас точно связано за договор у вас конечно не долю знаю два договора а почему я тогда вы говорите что нибудь оплачивать это как получается я буду их оплачивать но только когда придут ко мне судебные пристава то есть когда они меня родились на самого тебя нет как я жду когда восточный экспресс-банк подаст на меня в суд нет банков занимайте банк он уже все права поздно недолго переступил наш компания агентство кредитинанс переступка прав требования было точно еще 13 воду нарушили условия договора банку деньги не вернули без наличия то важных причин и банк на свой центр он мог им суд обратиться мог просто переступить все права по требованию скандалу третьему лицу это 382 статья гражданского кодекса российской федерации друзья почитаем к мы вместе с вами статью 382 гражданского кодекса российской федерации основание и порядок перехода прав кредитора к другому лицу первая часть право требования принадлежащая на основании обязательства кредитору может быть передано им другому лицу по сделке уступка требования или может перейти к другому лицу на основании закона окей вторая часть для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника если иное не предусмотрено законом и договором продолжение если договором был предусмотрен запрет уступки сделка по уступке может быть признана недействительной по иску должника только в случае когда доказано что другая сторона сделки знала или должна была знать об указанном запрете друзья отзыв согласия на обработку персональных данных и передачу этой информации третьим лицам вам в помощь предусмотренный договором запрет перехода прав кредитору кредитора к другому лицу не препятствует продаже таких прав в порядке установленным законодательством об исполнительном производстве и законодательством о несостоятельности банкротства банкротстве это означает что право требования уже просуженного долга то есть долга который в суде уже признан долгом может быть в принципе передано то есть право взыскания уже грубо скажем если суд признал уже вас должником и взыскивает то вот эти вот деньги которые вы платите по суду могут теперь перечисляться не первоначальному кредитору а новому не знаю зачем это нужно кому-то хорошо читаем дальше третья часть если должник не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу еще раз если должник не был уведомлен в письменной форме в письменной не в смс смс не считается письменная форма не по email это тоже не письменная форма письменная форма это заказное письмо через почту россии и так если должник не был уведомлен в письменной форме по состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу новый кредитор несет риск вызваны этим неблагоприятным для него последствиями обязательства должника прекращаются его исполнением первоначальному кредитору произведенному до получения уведомления о переходе права к другому лицу четвертая часть тоже очень интересно первоначальный кредитор и новый кредитор солидарно обязаны возместить должнику физическому лицу необходимые расходы вызванные переходом права в случае если уступка которая повлекла такие расходы была совершена без согласия должника иные правила возмещения расходов могут быть предусмотрены в соответствии с законами о ценных бумагах и тут еще можно дополнить 230 федеральным законом друзья google вам в помощь сидите смотрите изучайте как я всегда рекомендую давайте слушать дальше по 230 закону федеральному вы обязаны прислать договор в этом нет проблему можем его высылали тринадцатом году сам банк вас информировал по тем данным которые указали в договоре город иркутске высылали данный в четырнадцатом году лично вам дублировали эти сведения электронную почту вы тоже указывали электронную почту мы же не первый раз с вами ведем диалог вы прекрасно знаете нашим кредиторам банк бы вам такое списание никогда не сделал мы на правах кредитора вам полномочности дать большую часть долга 8 процентов списывать понимаете замечательно по второму договору за должность составляет 50 1500 рублей и также для вас выгодна идет рецепторизация вот вы понимаете да вы на данный момент для меня голос из трубки пришлете банк пришлете какие-то непонятные реквизиты да если вы реквизиты вы тем более получали какие непонятные там указано получатель оао а кэфаш кредитор агентство кредитий нас наш расчетный счет все клиенты на такие же данные получают облаты в основном через кассу банка просьбой он отказал любого коммерческого банка также заплатить вы получите уже отправку поглощение долга звонки отключаются и почему это мы берем эту историю полностью информацию отправляем представьте мне во что вы послушаете присылайте мне полностью документы где будет указано конкретно у меня нет обязанности перед вами наилучшие варианты по оплате как не у меня нет обязанности перед вами восточным экспресс банком договора с вами никакого договора не Вы платили этот банк, Александр Александрович. Ну, были финансовые трудности. А у вас что в договоре, что если у Александра Александровича финансовые трудности, он освобождает от оплаты? Вы нарушили условия договора, и банк воспользовался всего лишь своим правом. Он мог и в суд обратиться, он мог и продать вам договор. Вы это прекрасно понимаете. Вот если бы он обратился в суд, я бы платил бы судебным листамам без проблем. Вам не платить сумму задолженности, понимаете? Вам ни суд, ни банк не смогли бы сделать такой списание. Вам сейчас очень повезло, что вам личный предстор идет навстречу. Девушка, я знаю, сколько я брал, я знаю, сколько я платил. Я знаю, сколько я вот брал, я знаю, сколько я платил по обоим договорам. Я вас слушал, я вас не перебивал, девушка. Девушка, я вас слушал, я вас не перебивал. Девушка, конструктивно договор... Давайте конструктивно разговаривать. Я вас выслушал, будьте добры, выслушайте меня. Я вам высказываю свою жизненную позицию, а вы мне говорите... По какому договору? По какому договору? По какому договору? А вы мне звоните из банка? Я вам просто объяснила, агентство кредит финансов, причем тут банк, банк уже не будет с вами общаться. Я с вами и никакого договора у меня нету с вами. У меня с вами никакого договора нету. Я могу с вами какой-то договор заключать. Если вы знаком не знаете, у вас ответственность не осознает. У вас дополнительный телефон имеется, кроме этого номера? Конечно, имеется. Мой личный номер, это номер жены. Потому что, как способ их решения данного вопроса, я вам рекомендую направлю на бесплатный номер. Я вам рекомендую срочно производить оплату, чтобы избежать ответы в принудительном взыскании. Потому что, как вы понимаете, возможно тоже обращение в суд. Ну вот и по суду, вот и замечательно, вот и позамечательно. Вот идите в суд, идите в суд. Но у нас такого намерения нет, понимаете? У меня нет намерения оплачивать мошенникам телефонным. У меня нет намерения оплачивать мошенникам телефонным. У меня нет намерения оплачивать телефонным мошенникам. Я не собираюсь тратить свои деньги впустую. По городу Москва предоставила свидетельство, что наша компания официально внесена в виритер юридических лиц, которые вправили свою деятельность в отыскании задолженности. Хорошо, хорошо, хорошо. Проверяйте эти данные, думайте о способах, как... Не, ну зачем проверять данные? Вы для меня мошенники телефонные. Всего доброго. Всего доброго. Слышали, как затороторило, да? Вот они когда собираются сливаться, им надо еще какой-то текст выговорить, они начинают тороторить, понимая, что уже каши не сваришь. Но это я считаю, понимаете, я уже сам для себя, для коллекторов сделал такую градацию. Конченый, бестолковый коллектор, не совсем конченый, продвинутый, ну и человек, коллектор, который случайно туда попал. Но вот это вот на второй ступени. Она, конечно, конченая, раз она там работает, у нее голос строгий и все такое, но она способна распознавать бесполезный звонок. То есть бесполезное движение со своей стороны и быстрее хочет закончить. Ну а понятно, есть такие, которые вообще считают как вызов к ним и ждут пока их вообще как следует носом макнут в дерьмо. Ну вот это не такая. Ну и не знаю, что ли, похлопаем вместе, друзья. Ну а вообще, если по-хорошему, то спасибо подписчику, спасибо автору. Я призываю всех поставить лайки, чтобы как можно больше людей услышали, что простые люди, не юристы, могут совершенно спокойно разговаривать, общаться без дрожи в голосе, без блея какого-то и всего остального такого недостойного. То есть людям можно спокойно жить с тем-либо иным долгом, не бояться, то есть вести нормальный быт. Кстати говоря, без последствий. Почему так? Можете узнать в видео, которое выложено на нашем сайте. Посмотрите, пожалуйста, сайт. Ссылка на сайт, вы найдете ссылочку в описании этого либо любого другого ролика. Также группа ВКонтакте есть у нас. Ссылка на нее в описании. Вступайте в группу, там все ролики дублируются. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, репост в соцсетях, пожалуйста, не забывайте. Очень важно, чем больше вы поделитесь, чем большим количеством людей вы поделитесь, тем больше людей узнает, как на самом деле жить спокойно. И если нет возможности платить по кредиту, как это делать и спокойно себя чувствовать. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алиан». До свидания.